Всем привет! С вами я, Сергей Малышенко, и сегодня мы продолжаем играть по Ultimate Team. В прошлом выпуске, после вылета из финала кубка, мы решили сконцентрироваться на чемпионате. Мы решили заработать немного монет, в конце концов, чтобы продолжить рубрику открывания паков. И смотрите, помимо YouTube я свои видео публикую на sports.ru. И там был небольшой комментарий, наверное, один из единственных комментариев по поводу нашего состава. О том, что мы включили туда Бернарда из Шахтера, Рамиреса и Эрнанос из Интера. Но пока что мы всех купили, кроме Рамиреса. Денег у нас немного с вами, потому я решил его заменить Каутинью. Также в центр обороны я возвращаю Мустафи. А на воротах становится молодой вратарь из Виллериала, Француз Ореола. Ну здесь больше для сыгранности с Лапорте, чтобы у того хотя бы десяточка была. Ну, просто решил попробовать серебряного игрока. Возможно, найдем нового молодого таланта для себя. В принципе, состав сильно не поменялся. 100% сыгранности у нас тоже не получилось. Но здесь, конечно, если был бы Рамирес, я думаю, ничего не изменилось. Защита у нас остается та же. Тремулинас, Лапорте, Мустафи, Фигуэрес на воротах Ореола. В центре поля Луис Густаво, Эрнаннос. Да, я решил попробовать Эрнандоса не атакующим полузащитником, а опорником. Потому что скорость у него не супер, есть контроль. Ну, думаю, отборы он свои будет делать. Атакующими будет Каутини и Дуглас Коста в нападении Бернард и Тайсон. Посмотрим, что из этого получится. Ищем соперника. Сегодня у нас Манчестер Юнайтед, Ролл Ту Глори. Состав рейтинг 84. Фалькао, Мартинес, Тарабат, Оскар, Джерард, Казимиро. Клиши, Маркус Инди, Данила, Лорис и Быстрый Ануха. Рейтинг 84. Сыгранность 100. Тренера нету. Схема, кстати, заметьте, такая же, как и у нас. 4-2-2-2. Посмотрим. Это у нас Лига. Здесь обещает быть матчи интересными. Мы разводим. И начинаем, как всегда, назад. Пас на фланг и на забегание. Но у нас здесь не получился, конечно, сам именно пас. Зато в центре у нас небольшой провальчик. Думаю, его нападающие, что Фалькао, что Мартинес будут напрягать. Будут напрягать наших защитников. Но, в принципе, главное, чтобы Клапорты и Мустафи разбираются вот с такими вот опасными моментами. Однозначно вам скажу, что нам сейчас повезло, что мы не пропустили на первых минутах после своего развода. Но мы решили опять начать играть в контроль. Ну, в принципе, как и всегда. Начинаем. Попробуем через левый край. Через Дугласа Косту, который себя неплохо зарекомендовал. Раздавал голевые передачи. Забегал. Забивал. Ну, делал, в принципе, нашу игру. В принципе, сейчас пытаемся то же самое. Заходим в штрафную. И уже нужно отдавать паслу из Густава. Но пустые ворота и здесь не забивает. Как? Как мы? Я не знаю. Отличными моментами мы обменялись соперниками. Что они могли сейчас забить нам. Что мы там с двух добиваний не забивали в пустые ворота. Но вот здесь Мартинес. Посмотрите, он просто сейчас продавил нашу оборону. И... Ребят, это дай бог, чтобы была десятая минута и уже пенальти нам ставят. Нарушил Мустафи. Ну, он и ошибся, в принципе. Видите, при приеме за счет более высокого скилла, то есть его продавили и пенальти будет бить Фалькао. Нет, он дает Мартинеса. Против нашего молодого французского вратаря. И... Орел тащит. Вот это 10 минут. Ну, а теперь небольшая нарезочка. На фланге перехватываем мяч. Начинаем снова атаку через левого защитника Тремулинаса. Бернард, Луис Густаво. Тремулинас бежит по левому краю. Практически один против него Маркус Инди. Но передача не получилась. К сожалению, и на подборе первые не мы. Пока, в принципе, столкнулись две равных команды. У обоих, в принципе, ничего не получается. Только ближе к 23 минуте у нас получается, наверное, первая наша раскаточка. Так сказать, перепасовка в обороне. И выход дальше. Ну, что вам скажу. В принципе, когда играешь в четыре одинаковые схемы, нужно что-то менять. Я вот сейчас смотрю и понимаю, что вот... Ну, просто вот где у него игрок, там и у меня игрок. Ну, вот мы входим в штрафную. Нужно делать прострел, но не получилось. В принципе, угловые для нас это может быть какой-то шанс. Но я их настолько плохо использую. Попробуем, конечно, Эрнандесом. Но... Но вообще никуда. Ну, а мы снова прочупаем почву с левого фланга. Дуглас Коста, великолепная стеночка у него с Бернардом. Ну, тут, видите, втроем они. То есть, ну, вот ждут они этих моментов. Тяжело хоть что-то придумать. И, видите, опорники наши не успевают. Ну, хорош Лапорте. Правда, вот Тримулинас на самом деле вот в этом матче откровенно плывет. Правда, спасает. Вот, ну, действительно, Лапорт классный защитник. А тем временем великолепно в опорной зоне работает Луис Густаво. Снова разгоняет атаку. Каутиньо запускает Тайсона. Посмотрите, какая скорость. Маркус Инди не успевает. Удар в дальний. Да, переброс в дальний. Не увидел я здесь двух партнеров слева. Можно было влево просто поднавешивать. И я думаю, в пустые бы кто-нибудь забил. Но, видите, хотел до верного. Вначале думал ударить. Потом увидел, что вратарь вышел. А у меня-то, в принципе, угол был мертвый. И не получилось. Лапорте обгоняет Мартинеса. И начинает атаку снова через лево. Тримулинас. Луис Густаво. Стараемся не спешить. Стараемся немного в контроль. Мяч, в принципе, пока находится у нас. Момент. Ой-ой-ой-ой. А знаете, кто был штрафной? Тримулинас. Вот этот парень, который, я говорю, поплыл. Снова подбор наш. И их делает, кстати, Эрнанес. Который, в принципе, я не знаю, как опорник. Для меня новшество. Все говорят, его ЦАПшником надо ставить. Но, в принципе, атаки он разводит сегодня неплохо. Каутиньо попадает в Асайд. Мы снова начинаем свою атаку через низ. Пытаемся полностью контролировать игру. Единственное, конечно, моменты мы не забиваем. А соперник показал, в принципе, как он легко может заработать тоже пенальти. В принципе, нас вратарь выручил. Первый тайм мы бы проигрывали сейчас. Но, видите, Каутиньо, конечно, не бежит. Все-таки буду думать по поводу Каутиньо. Возможно, решусь сегодня его поменять на Чемберленда. Но будет видно. Минус 60 я точно ему дам отыграть. Тайсон и в офсайде Бернард. Тем временем, смотрите, ребят, у нас заканчивается первый тайм. Мы пытаемся, в принципе, соперника, так сказать, переконтролировать. Не даем ему создавать соперника. Потому что нападающий опасный. Да, вот это, конечно, бешеный момент. Мы не забили. Буквально в следующей же атаке пропустили опасность. По ударам 3-3. Владение наше. Но счет 0-0. Где нам повезло. Где вратарь отбил пенальти. И это пока что его единственный удар в створ. Посмотрим, что будет дальше. Во втором тайме, я думаю, будут изменения как у него, так и у меня. Посмотрим, как он начнет. Начнет, он буквально сразу же с первой атаки. Но Луис Густаво. В принципе, центр Луис Густаво и Эрнандес неплохи. Неплохи. Думаю, даже можно попробовать такой ход в следующей игре. Как бы Рамирес, атакующий центральный полузащитник. Посмотрим. Ставьте лайки видео. Если соберем достаточно много, думаю, можно будет попробовать в следующем видео и такую комбинацию зарубить. Главное, чтобы хватило денег. А тем временем опасно. Мартинес вырывается и Ариола. Я думаю, он сегодня у нас еще может и лучшего получить. Эрнандес не нужно спешить. Нападающие, в принципе, пока еще не разбежались. Бернард. Дуглас Коста. И перехват. Правда, и мы сразу же практически отобрали. А тем временем соперник прокидывает на Фалькао. Фалькао бегает от двух защитников. И снова Ариола. Великолепен вратарь наш. Но атака продолжается. Джейсон Мартинес здесь просто заруба пошла. Но защитников у нас много. И, слава богу, не забили нам. А тем временем пытаемся атаковать уже другим флангом. Пытаемся немножко менять фланги. То правый, то левый. Каутиньо на открытое пространство. Посмотрим, что он делает. Обманывает Ануха. Но тот очень быстрый защитник. Маркуса Инди. И кто-то в подкат. Кто-то в подкат. Просто успел лечь в последний момент. И от нашей атакы захлебнулось. Теперь мы ловим контратаку. Лапорте великолепен. Великолепен. И второй раз. Но видите, вот Мустафи. Мустафи тоже пока ошибается. Небольшое отступление. Хочу обратить внимание на нового форварда Бернарда. Он очень глубоко опускается. То есть, в принципе, его можно и наигрывать. Как того же центрального атакующего полузащитника. Это Тайсон. Великолепно ударил. Посмотрите, как вышли на ударную позицию. Опять разыграли треугольничек. Тремулинас. Луис Густаво. И вот вышел на ударную позицию Тайсон. Но угловой вратарь опять тащит. Немного поджали. Немного поджали. Я думаю, именно сейчас есть шанс забить. Раз момент, два момент. Третий должен залететь. Но вратарь, видите, с угловой их здесь не пропускает. Правый угловой у нас подает Каутиньо. Левый Эрнандес. Ну, немного стараюсь варьировать. В принципе, просто так. Опять вратарь немножко ошибается. Но атака у нас не получается. А Луис Густаво великолепен в отборах. Каутиньо на фланге. Именно в дриблинге он неплох. Его сбивают. Тайсон. Бернард. Тайсон. Куда-то я ударил. Далеко и надолго. И Каутиньо делает перехват. Тем временем мы больше стали атаковать правым флангом. Если в первом тайме у нас был Дуглас Коста, то теперь Каутиньо. Но уже видно, Каутиньо устал. Я думаю, есть смысл его менять. Опасный же момент. Как я такое не забиваю? Ну, просто один был Дуглас Коста. Принимаю. Нет, я решил с лета ударить. Каутиньо великолепно сегодня создает. Также хочется отметить правого защитника Фигуэроса. Хорошо, что стал подключаться. Зачем я решил ударить Лапорта с лета? Но он успел дотронуться до мяча. Это будет еще один угловой. Но перед угловым, я думаю, все-таки сделать небольшие изменения в составе. Так как я уже вижу, что Каутиньо поднаелся. А мы стали опять атаковать центральным атакующим полузащитником. Выбирал между Бернардом и Тайсоном. Решил поменять Тайсона. Выйдет еще Шейлонг. Думаю, нападающий свеженький, быстренький нам поможет. Эрнандес теперь будет справа и слева. Везде будет подавать у нас. Но вратарь... Посмотрите, он не хватает мяча намертво. Он пытается его выбивать сразу же. А Эрнандес, видите, в дриблинге он не такой быстрый. Потому я его не стал ставить центральным атакующим. Лапорта начинает новую атаку. Отдает центр. Луис Густаво дает на забегание Дугласу Костову. В одно касание с Бернардом. Бернард пытается бежать. Посмотрите, какой-то наездик. Почему Луис Густаво был на этой позиции? Но мы продолжаем атаку. Чемберлин. Полез на двоих. Но все-таки атаку смогли остановить. И даже здесь мы не сможем ее перехватить. Но великолепен Эрнандес. Заметьте, это Эрнандес остановил атаку. Бернард. Бернард отдает на Лонга. Лонг. Пока его съедают. Ему нужна скорость. А тут нужно толкаться. Может быть, я и не угадал с заменой. Посмотрим. Интересная особенность наших крайних защитников. Посмотрите, как они узко играют. Чуть ли не в центре поля. Фигуэрес сейчас бегает. А Каутиньо на фланге. Но Лонг. Лонг. Посмотрите, какую набирает скорость. Но его восстанавливаем. 86-я минута. Не так много времени у нас остается. Эрнандес разводил эту атаку. Чемберлин. Закидывает на Лонга. Но не получилось. Для меня странный счет. Сейчас 0-0. Вы представляете себе такое? FIFA. Это при том, что еще соперник не забил пенальти. Снова Фигуэрес. Чемберлин. Да. Дуглас Коста во втором тайме. Мы, как говорится, атакуем ближним флангом. К нам ближе. То есть, первый тайм это был Тремулинас. Чемберлин. Обой двоих. Пас. И чуть-чуть не хватило нападающим. Не хватило вот здесь вот резкости. Шей Лонгу. Мустафи хорошо сыграл в подкате. Мартинес пытается провести чуть ли не последнюю атаку. Но мы фалим. Фалим. Потому что нам не нужна вот эта вот сейчас опасность. Пускай есть желтая карточка. Здесь они не считаются. Лучше так, чем проиграть такую игру. Как говорится, одно очко. Ну, хотя бы что-то. Это все-таки лига. Здесь будет учитываться все. Здесь не будет никакого дополнительного времени. Соперник пытается нас... Чего он не пытается? 0-0. Достаточно редкий счет для Фифы. Я бы назвал лучше в этой игре Ореола. Он вытащил пенальти. Сделал пару сейвов. Ну, в принципе, я думаю, этот серебряный вратарь пару игр еще у нас постоит. Пишите в комментариях, кого будем менять. Я думаю, попробовать купить Рамиреса центральным атакующим. В принципе, и Бернард, и Тайсон пока провели себя неплохо. В дальнейшем, думаю, поменять четверку защитников. Ну, попробовать что-нибудь новое. По владению мечом 53 нам дали 1 очко. 10 ударов против 6. 85 точность передачи. Ну, в принципе, неплохую игру провели. Я думаю, должны были здесь выигрывать, но нам повезло, что не проиграли. В принципе, закономерная ничья. Думаю, игроки, которые сегодня были впервые со временем, ну, начнут прогрессировать. Пишите в комментариях ваши пожелания к видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И самое главное, смотрите футбол. Любите футбол.